итак драгоценные любители рыбной ловли и любители рыбоеды и морских деликатесов перед вами настоящий дальневосточный фазан наши драгоценные друзья яна с константином добыли его в районе еврейской обстановленной области в тайге хабаровского края фазан довольно крупный самец окрас брачный очень красивый сейчас мы вам покажем как его разделать может быть вам пригодится когда вы купите какой-нибудь у какого-нибудь частного предпринимателя курицу которого или гуся или утку или охотника просто приобретете может быть даже настоящего фазана дальневосточного и вам придется его щипывать но обычно для того чтобы избавиться от специфического запаха такого таежного фазана просто обдирают с него шкуру и оставляют одну тушку и так приступаем к разделке фазана и так приступаем к щипыванию дальневосточного фазана берем такую вот ванночку чтобы перья не разлетелись по всей кухне и пух вам не попадал в нос для начала мы просто удаляем перья желательно брать по одному перу перья видите какие красивые выдергивайте каждое перо симпатичное придерживая аккуратненько вот шкурку его берете его и отсюда выдергивать вот какие у него красивые перья у фазана у нас перо сидит крепко можно было конечно тушку немножко ошпарить но не рекомендуется обычно остальные перья более легко идут пластовые на более крепко у него сидят более мелкие перья проще ощипывать против шерсти берете вот прямо против шерсти обдираете вот таким способом перья конечно очень красивые может перо вот если вы конечно хотите его прямо в жирной шкурке готовить то можете ее сохранить а если нет то обычно шкуру обдираем и вы его просто общипываете по курицу против шерсти беру конечно отделяется довольно легко вот это мелкое перо вместе с пухом у фазана его слишком много и поэтому конечно для мужчины это довольно канительное занятие обычная женщины они более терпеливые пух гад летит все равно старайтесь таким размашисто не делать как мужчины женщины не более аккуратно поэтому они конечно более аккуратно в этом отношении мужчины привыкли на охоте драть их там прямо на улице раз ободрали на костре обожгли супчик сварили поэтому вот допустим ножку буша вернее ножку фазана потому что она очень слишком не похожа на ножку уша слишком она уж выглядит тройненько как у модели может дощипать до такого состояния что можно даже не обсмаливать конечно каникельное занятие но вы же не каждый день будете разделывать фазан вот видите какое у него красивое кирене с отливом такое замечательное такое амес для приохманила этим самок и теперь они легко так желательно брать такое перо под основание оно будет легче отделяться против шерсти как не любят коты когда их гладят против шерсти также и фазаны это старайтесь удалять это перо потому что она будет ласкапливаться скапливаться можете себе потом подушку сделать или украшение сможет ходим будет придумать крылья не надо обдирать крылья можно просто обрезать потом будете смазать этими крыльями допустим вот сейчас есть для этого силиконовые кисточки а раньше у меня бабушка в детстве когда готовила пирожки это использовала крылья птицы ну конечно дома они дикой для смазывания рот меня жиром отопленным как готовить пирожки смотрите на нашем канале бабушкины пирожки кстати щука из толстолобов мисс ваша и приготовление шикарных пирожков щука из поставок толстолобов нашем сайте вы увидите как можно эти пирожки приготовить сайт наш вы наверно знаете как называется морские рецепты от петра до крыльевого на хотя пазан в море не водится это чисто птица чисто таежная живет перелесках приморского и хабаровского краев рыбы обрезаем мороки снимут вот это и у него спинка такая замечательный цвет такой и отвлеколет даже жалко его тащи в ход ну что поделать человек кривые кушать убираем его просто вот так вот шерсти шапух летит все равно но далеко он у него не улетает из этого тазик лапа можно обрезать крылья крылья тоже можно принципе обрезать ему и прекрасно его голову крыло чуть-чуть еще там для горманов которые любят косточки обсасывать обдерем так убираем лишний пух с него а то то что мы уже ободрали начинает прилипать сразу появился запах такой специфический жира дикого зверя примерно такой же запах вообще дикие звери они жир пахнет как сказать для узы гейтсов за этот запах очень приятен для белого человека не очень поэтому морковь снимаем вместе жира и чтобы запаха не было оставляем отбираем так чтобы не попала пух и потом не отбивать его желательно конечно убрать отрезаем сразу ножки уже без коры вкладываем тарелку продолжаем дальше снимать шкуру шкура снимается так довольно довольно просто и когда варить где суп из него то лучше чтобы он был без шкуры потому что он так будет вкуснее хотя многие считают что наваристый там жир это только наверно мои друзья и удыгейцы так считают хотя настоящие удыгейцы едят не дикого кабана а домашнюю свинину это я лично говорю потому что я был в их неприморской деревне самый большой красный яр в январе месяце кстати ездил специально за кабаном которого уже освежевали и бензопилой распилили мороженого на куски загрузили мне потом этим кабаном всех друзей и знакомых но они были не в восторге потому что кабан пах настоящим кабаном так крылышки ободрать тоже надо жир вот этот убираем жраты вместе с пухом отбираем шкуру аналогия обработки вот такая он любит задницу тут можете задницу оставить шкуру мы почистили осталось тут чуть-чуть шею мы даже не общипывали с шеей прямо содрали шкуру пищевод тоже можно оторвать потому что жевать вы его не будете вот и все теперь потрошить его можно как отсюда так и с задницы выбирать оттуда кишки можете печень и желчь самое главное не раздавить печень конечно можно использовать сердце но они такие маленькие практически как у горбуши в принципе мы его будем готовить запусками можно сразу разрезать пополам и выскрепить оттуда те три грехи так практически мы его разделали вся разделка примерно обошлась нам пол часа если бы мы не снимали видео ободрали вот и все вот такая получилась пушка шея как говорил известный паниковский грудка крылья шура что вы понимаете в шее теперь мы понимаем что такое шея у дальневосточного фазана но и так мы его делим на порционные куски кухонные ножницы кости у него довольно тонкие режутся легко но шею как говорил паниковский гликотез мы используем его будем отдельно кому-то она понравится может быть больше сердце подрезаем кровеносные сосуды сердце оставляем печень остальное конечно все идет в отходы также легкие и так моряк раздела птичку и так драгоценные рыбоеды рыбаки и ценители морских деликатесов перед вами разделанный по дальневосточный фазан конечно можно было его так тщательно не ощипывать как мы вам показать а можно было сразу подрезать шкуру и содрать с него но у нас есть школьник который ходит в школу ему для художественных поделок необходимые различные красивые перья тем более сейчас наступает новый год необходимо делать костюм новогодний поэтому нам пришлось вам показать как снять передает многие люди готовят птицу в шкуре потому что шкурка она тоже вкусная если там подсмолить запечь жирок там туда-сюда но если это домашняя ну а если она дикая то желательно от жира избавиться приятного аппетита вам от петра до королевого